Можете сказать что-то про смартфоны? Сейчас это как новая привязанность для всех. Посмотрите на женщин, они все время сидят в смартфоне, в фейсбуке. Все внимание в смартфоне. Они не смотрят никуда вокруг, просто смотрят. Смотрят этот прибор электронный. Им больше ничего не нужно. Если батарея заканчивается, они впадают в панику. Если они впадают в панику, если где-то они оставили свой мобиль, тогда жизнь закончилась. Ничего не могут сделать. Очень беспокойные становятся, потому что их душа ушла. Вдруг, если они оставляют смартфон где-то в магазине, не могут найти. О, моя душа ушла. Они вкладывают всю свою душу, всю энергию в смартфон. Смартфон становится вашей душой. Когда вы любите и вас находите, когда вы в автобусе в автобусе или в поезде, просто включают песню и слушают, наслаждаются. смартфон, конечно, это нехорошая вещь. Все время, если вы чем-то вовлечены, любая вещь плохая. Ваша женщина, ваша энергия должна быть с вами. Для работы смартфон очень хорошо. Никаких проблем. Вы можете разговаривать на тысячу дней, можете узнать. Для этого это хорошо, но все время это плохо. Это касается не только смартфона, это касается всего. Все, что внутри вашей головы все время находится, нехорошо. Все зависимые. Это зависимость. Кто-то зависим от наркотиков, кто-то от алкоголя. Сейчас люди зависимы от смартфонов. Так много зависимостей от смартфонов. Огромный бизнес сейчас. Магазины везде можно найти со смартфонами. Повсюду они. Потому что все используют. Водители рикши используют. Уборщики используют мобильные. Каждый продавец использует. Сейчас даже 4-летние дети. Они тоже используют. Они даже больше родителей знают, как пользоваться смартфоном. Но если слишком много, слишком много чего угодно, нехорошо. Потому что вся ваша энергия идет туда. Для работы это хорошо. Но все время 24 часа с вами. Вот это нехорошо. Это неправильно. Иначе смартфон это хорошо. Вы можете поговорить. Вы можете коммуницировать. Вы можете там планы какие-то создавать. Поэтому я использую очень много мобильный телефон. Потому что мне нужно. Я должен разговаривать с ним, с ним. Мне постоянно нужно с кем-то говорить. Но я никогда не использую смартфон. Я не знаю, как использовать смартфон. Я не знаю, как использовать смартфон. Я использую кнопочный телефон. Только для того, чтобы поговорить. Никаких там картинок, фотографий, никаких видео. Мне это не нужно. Но разговаривать не нужно. Простой телефон я использую. Очень легко. Набраешь номер и звонишь. Очень просто. Иначе. Если бы у меня был смартфон. Я бы тоже был очень занят. Ой, что происходит? Даже с анисинами. У каждого есть смартфон. И все с анисинами слушают мастера. Каждый день слушают мобильный. Они через мобильный тоже слушают. Гадание слушают. Они наполнены этим дискурсом. Очень красивые слова у них. Прекрасные слова. Они лежат в комнате. Что делать? Открывают мобильный. И начинают в фейсбук посты отправлять. Без всяких причин. Зачем вы это делаете? Никто вас не просит. Подправь мне что-то. Нет никого, на кого вы можете вложить свои слова. О, мои друзья, дорогие. Я так наполнен любовью. Примите мою любовь. В чем смысл этого? Как вы так делитесь любовью? Вы просто тяжелы, оттяжелены. Вы отягощены этими словами, которые внутри. Вы слушаете мастеров, но вы не перевариваете. Вы не превращаете эти слова в энергию. Вы не превращаете эти слова в тишину. Вы слушаете мастера, медитируете, наблюдаете. И все эти слова превращаются в тишину. Вы даже не захотите посмотреть на смартфон. Вы скажете, зачем мне тратить свои десять минут? Лучше десять минут я понаслаждаюсь собой. Но, когда они тяжелы, что делать? Лежат в кровати. Что делать? Очень хорошо взять мобильник без всякой причины. Этот человек не спрашивает, не думай того. И вы отправляете пост. Вы же тоже это делаете. Я знаю. И красивые слова. Красивые цитаты. Будда сказала это. Поша сказала это. А что вы говорите? Но вы должны что-то сказать сами. И когда у вас на самом деле будет что-то сказать. Поша никогда не использовал мобильный. Он приходил на сасанг и говорил час-два. А в своей комнате в одиночестве он никогда не разговаривал. Он расслаждался с собой. Зачем ему говорить? Он не был наполнен своими словами. Внутри у него ничего не было. Это была его радость, что люди приходят и он делится тем, что должно быть. Дает лекции. И после лекции два часа встает, выходит в свою комнату и там ничего нет. Со мной тоже так. Я сейчас разговариваю с вами один час-два. Когда я иду в свою комнату, я как будто ничего не сказал. В своей семье иногда я иду, встречаясь с родственниками, десять, ну через месяц я поеду. Я никогда не разговариваю о духовности. Никогда. Ни одного слова. Обычные там. Что ты приготовишь? Приготовь мне это, другое. Обычные такие житейские вещи я обсуждаю. Там я не мастер. Я там муж. Я веду себя как муж. Как отец. Веду себя как отец. Но я вам также говорю, когда вы в одиночестве, вы начинаете отсылать посты друг другу. И тот, кто больше всех отправляет. Поймите, что он хочет быть фальшивым мастером. Абсолютно фальшивым. Правдивый гуру, настоящий гуру никогда не приглашает вас. Он сидит в своей комнате. Ошу говорит, что я сижу в своей комнате. Я не приглашаю вас. Просто моя энергия приглашает вас. Тот, кто должен прийти, придет ко мне со всего мира. Кто-то прочитает его имя, его книгу. Кто-то услышит его имя. Кто-то скажет, поехали в Пуну. И он начнет. Он никогда не ходил там, не отправлял сообщения. Очень хорошо, что в то время не было СМС. Но если бы он сейчас был здесь, он бы никогда не отправлял СМС никому. Если кто-то спросит, он может ответить. Отвечает на вопросы, будь так, сделай так. Но люди без всякой причины. Кто у тебя спрашивает? Зачем? Никто тебя не слушает даже. Фальшивые слова. Вы наполнены своим умом и хотите освободить его. И выбрасываете свой мусор на остальных. Там нет никакой истины в этих словах. Не будьте фальшивым гуру. Выглядит как гуру. Очень хорошо. Кажется, что приходит, сидит. Такой красивый, величественный. Я тоже хочу быть таким. В чем разница? Но разница огромна. Мастер никогда не говорит без своего опыта. Каждое его слово — это выражение его знания, его собственного знания. И это знание дает ему расслабление. Оно очищает вашу темноту. Потому что эти слова идут от света. Они идут от источника. От первоначального источника. Я против того, чтобы мои санисины говорили ни единого слова, не из своего опыта. Я всегда говорю это своим санисинам. Не говорите ни одного слова, не из своего опыта. Иначе вы не знаете. И он не знает тоже, который слушает. И оба говорят. Два слепца разговаривают друг с другом. Вы даже еще хуже делаете для того человека. Лучше, если кто-то спрашивает, скажите, я не знаю. Я тоже на пути. Я тоже в поиске. Когда я медитировал, каждый вечер я ходил в свой магазин. У меня был бизнес одежды. Я продавал одежду, ткани. И один-два продавца были несколько духовными. Иногда они спрашивали меня что-то. И я начинал говорить. Полчаса, час, два часа. Каждый день я два-три часа ходил на рынок. И время так заканчивается. Когда приходили посетители, он говорил, «Нет, идите в другой магазин, этот продавец говорил, потому что проходил соцентрик». Я говорил, и он слушал. Иногда начинал плакать. Если в тот момент приходил какой-то клиент, он говорил, «Нет, уйди там». И так проходили три часа. Я говорил, «О, мое время закончилось, я должен идти». Иногда так случилось. Никогда я не отвечал. Затем я возвращался в свой магазин и очень сильно дрожал. Я внутри дрожал. «Как же я проговорил два часа?» Я ничего не знаю. Я не знаю себя, кто я такой. Как же я? Я не знаю, что такое медитацию. Что же я говорю? Я занимаюсь медитацией, но я не знаю, что такое медитация. Я возвращался к себе домой, принимал еду. И два-три километра от моего города был небольшой холм. И каждый день я там медитировал. Я шел туда и сидел. Час-два сидел в медитации. И тогда постепенно я возвращался. И я говорил, «Я никогда не хочу ничего сказать. Существование, прости меня. Я не хочу больше ничего говорить». Если кто-то меня спросит о медитации, я скажу, «Я делаю медитацию каждое утро в шесть часов. Динамику. Ты приходи и сделай со мной». Я расскажу тебе, как техника делается. И мы сделаем вместе. Но не спрашивай. Иногда я говорю своим людям, «Сделай центр, проводи медитацию». И кто-то говорит, «Я вот открыл центр». И люди приходят утром-вечером на медитацию. И новые люди приходят и спрашивают один вопрос, другой вопрос. «У меня там тяжесть, я там обеспокоен, у меня такая проблема, другая». Я говорю, «Тогда что ты говоришь?» Он говорит, «Ну я должна что-то говорить, потому что отвечать, потому что они спрашивают». Я говорю, «Ну ты сама в беспокойстве?» «Ты же тоже в беспокойстве находишь?» Она говорит, «Да, я сама в беспокойстве». «Тогда как ты можешь отвечать?» «Какого рода ответ ты можешь дать, если ты сама?» «Если ты сама больна, как ты других людей можешь вылечить?» «Тогда что мне говорите?» «Будь честна, скажи, я не знаю». Мастер показал мне эту технику, я делаю эту технику. Ты можешь тоже присоединиться и делать. Я ничего не знаю, я сам спрашиваю вопрос. Мой ум уже полон вопросов. И так. «Тогда они уже скажут, что это плохой центр, что я плохой ведущий центр». «Но это же твое эго». «Не скажи, ну ты ничто, ты ничего не знаешь». Но для тебя это будет хорошо. Ты будешь честна. Ты будешь искренне. Потому что это понимание было во мне из прошлых жизней. Это понимание было. Я много давал раньше фальшивых ответов людям. Миллионы людей были со мной. Миллионы сидели. И я разговаривал про Гиту, про Гавадгиту, про то, про другое. В Индии. По новостям в телевизоре. Целый день кто-то разговаривает. Никто не знает. Для них. «Нанак» сказал. Слепой показывает направление другому слепому. Они слепы, хорошо. Они пришли в церковь к святому отцу. «Пожалуйста, отец, скажи мне что-нибудь. Я обеспокоен. Я не знаю, что мне делать, куда идти, что делать со своей жизнью». Хорошо, у тебя есть проблемы. Там есть пандит, там есть святой отец или священник. Но они начинают говорить что-то. Ты делай это. Тогда твоя жизнь изменится. Они сами не знают. Все мастера «Нанак Камир», у них была большая палка для таких. Всю жизнь они избивали этих священников. Что ты делаешь? Зачем ты направляешь, не зная сам? Ты сам уже слепой. Как ты можешь других направлять? Как ты можешь им открыть глаза, когда ты сам? Сначала открой свои глаза. И тогда, может быть, у тебя есть право говорить. Но люди, когда они говорят, эти священники, и много людей приходят к ним. Они фальшивые. Они приходят. И к настоящим мастерам очень мало людей приходят. Те, кто на самом деле хотят закончиться. Только они приходят. У него есть глаза. И через него вы можете открыть свои глаза. До тех пор, пока ваши глаза не открылись. Заткнитесь. Не говорите ни слова. Замкните свои губы. Лучше. Лучше. Если вы скажете, я знаю, как сделать чай. Вот это ваша истина. Но если вы говорите, если вы говорите про медитацию, то это другое. Но вы ничего не знаете сами. Как вы можете говорить что-то? В моем ашраме иногда такое случается. Я прихожу на кухню. И там сидят люди и едят. И они разговаривают друг с другом. Медитация, существование, сознание. Иногда я слушаю. Я говорю, они намного лучше, чем я разговаривают и рассказывают. Они говорят о сознании, о каких-то высоких материях. И я удивляюсь. Как? Они не знают даже А и Б медитации. Они даже букву А алфавита не знают, а говорят так, как будто могут написать целую книгу. Часами они разговаривают. Иногда я спрашиваю, что ты говоришь три часа? А они говорят о духовности три часа. Ты такой духовный человек. Ты знаешь духовность? В основном происходит так, что когда приходит Санисин сначала, он наполнен словами. Проходит год-два, постепенно его знания заканчиваются. И он говорит, я не знаю. Иногда кто-то приходит, я знаю все. Хорошо. Садись. Через три дня он говорит, я ничего не знаю. Хорошо это от тебя зависит. Если ты понимаешь хорошо. Так что первая вещь это закончить вот эти заимствованные знания. Если вы слушаете Ош, если вы слушаете Мастера, если вы не делали медитацию, эти слова станут новой тюрьмой для вас. Вы можете рассказывать, потому что вы услышите их. Когда я только просветлел, я был в своем городе, один Санисин встретил меня и пригласил к себе домой. Он сказал, пожалуйста, приди. Я пришел, мы ели, пили чай. И затем он сказал, приди в мою комнату, в мою комнату медитации. И мы пошли, и в его комнате, там была целая коллекция, все книги Оша на Хинди и на английском. Все книги не было ни одной отсутствующей. Я посмотрел, какая большая библиотека. Даже некоторые книги были, которых не было во Шраме Пуны, а у него они были. Тогда он сказал, Свами Джи, обращаясь ко мне, возьми любую книгу, открой страницу и просто назови мне номер страницы. Там 130, 180. И я скажу тебе, что на этой странице написано. Я сказал, оу, какая хорошая память. У тебя, ты докторскую степень можешь защитить, ты как студент все выучил. Ведь в университетах все так и учат, наизусть выучат то, что написано. Я сказал, очень хорошо. Теперь сядь в тишине. Я закрыл глаза. Пять минут, он сидел. Три минуты сидел. Затем начал переворачиваться. Встал, вышел, вернулся. Я сидел час. Я сказал, я знаю, ты прочитал все книги. Я думаю, что ты каждую книгу по 10 раз прочитал, потому что ты знаешь, на какой странице что написано. Но что ты прочитал на этой книге? Я говорю, я не знаю. Может быть, я 10-15 книг Вашу прочел в своей жизни. Я много не читаю. Но те книги, которые я читал, из них я знаю одно. На каждой странице, любую книгу, любую страницу возьми, открой там страницу. И я уверен, что там одно слово будет Дьян. Дьян, обязательно медитация, обязательно будет там. Делай медитацию, обязательно будет это слово там. Я говорю, ни одной страницы не будет, где не будет ни о медитации написано. Так ты делаешь то, что он тебе говорит? Он начал плакать. Нет, с вами же. Пожалуйста, закончи мою голову. Я очень отяжелен этими знаниями. 24 часа он вам. Я не думаю, как заработать денег, как позаботиться о семье, о своем бизнесе. Я все время думаю о его словах. Я сказал, это потому, что ты не делаешь медитации. Вот поэтому. Если бы ты делал медитацию, эти слова будут раем и радостью для тебя. Они будут тишиной для тебя. Но ты просто... Нет никакой разницы, думаешь ты о деньгах все время или о духовности. Это тоже самое. Никакой разницы. Вы можете думать о себе, что вы духовный человек, что я все время думаю о сознании, о существовании. Мой живот полный светом. Мой свет идет в сердце. Мое сердце хочет течь. Это все. Чушь собачья. Вы ничего ни о сердце не знаете, ни о животе. Это просто красивые слова. Слушайте слова Сандарши. Красивые слова. Слушайте слова Оши. Красивые слова. И затем вы начинаете пересказывать. Посмотрите на себя. Вы счастливы. Вы радостны. Посмотрите на себя. Тогда вы поймете, что вы не в радости. Если у вас есть настоящая тишина, эта тишина сделает вас очень счастливым. Вы начнете наслаждаться собой. Не нужно будет ничего говорить. Кто-то приходит хорошо, но вы не будете обеспокоены этим. Медитация, тишина сделает вас более расслабленным, более наслаждающимся собой. Тогда будет очень трудно. Кто-то придет к вам, и очень трудно, чтобы вашу тишину кто-то мог прервать. Когда я медитировал все время, 24 часа я наблюдал за дыханием. Выпасан. Я не хотел пропустить ни одного вдоха без своего внимания. Говорил, ел, шел. Я наблюдал за дыханием. Иногда кто-то спрашивал меня. Люди разговаривают. А я был занят своим дыханием. Кто-то спрашивал меня. Мне было очень трудно. Если я что-то отвечу, я забуду о своем дыхании. Я не хотел терять свою радость. Это была моя огромная радость. Быть с дыханием. И когда вы приходите к своей тишине, очень трудно говорить. Вы говорите только самое важное. Телеграфичным очень ваши слова становятся. Потому что иначе ваша радость закончится. Но когда вы приходите в медитацию, тогда это произойдет. Тогда вы не будете ничем обеспокоены. Ваша энергия будет с вами. Вы будете наслаждаться собой. Очень трудно пропустить ни одного дыхания. Это будет так. Иначе вы наполнены. Не делайте медитации. Слушайте мастер. Его слова станут грузом для вас. Тяжестью. Слушайте и медитируйте. И очищайте. Тогда все эти слова станут энергией. Станут любовь. И эта любовь останется с вами. Эта энергия будет с вами. Тогда правильно. Иначе это так. – Я думаю, что я люблю тебя. И сомнения и свет – для меня ты очень внимательный и понимаешь. Кроме просветления. Я вижу тебя. И стабильность. Потому что когда ты говоришь, что ты хотела делать 9-8 дней динамик и т.д. И ты не успел, но ты просто стабильный. Все эти квалиции. Я вижу тебя. Возвращение. Я вижу тебя. Я вижу тебя. Я вижу тебя. Я вижу тебя. Для меня ты являешься очень понимающим человеком. Ты рассказывал много историй о себе. Но с самого раннего возраста ты был таким понимающим, очень правильные выводы делал из своих опытов. Как это так? Каждый имеет свой уровень осознанности. Этот мир как большой внешний свет. Кто-то во втором, кто-то в 12, кто-то в восьмом классе. Кто-то в восьмом классе. Его понимание соответствует восьмому классу. Кто-то в тринадцатом, его понимание соответствует тринадцатому. Их понимание будет разным. И с каждым разом вы становитесь все более зрелым. Мы должны созреть. Однажды вы будете зреть, зреть, взрослеть. И когда вы закончите пятнадцатый класс, университет даст вам диплом, степень. Скажет, что теперь вы мастер, магистр наук. И теперь вы можете идти. Все мы здесь для того, чтобы взрослеть. Стать зрелым. И это правильно. В прошлом я сделал много, поэтому я уже был очень зрелым. И когда кто-то мне говорил, что у меня четыреста семьдесят пять женщин дали, тогда я спрашивал только один вопрос. Четыреста семьдесят пять женщин. За четыре года. И он был очень горд этим. Я спросил, хочу только одну вещь узнать. Ты удовлетворен? Ты больше не хочешь женщин? Ты понял все? Он сказал, нет, я все еще хочу. Я сказал, пятьсот женщин почти. И ты все еще не понял? И все еще твое желание не удовлетворено. Для меня ясно, что не это путь. Даже если я триста получу, ничего не случится. Может быть, это неправильный путь. Но кто-то идет. Но это было мое понимание. Мое понимание было, что если он так много женщин имел и не понял, я бы тоже не понял. Было бы у меня десять или сто женщин. Тогда в чем же правильный путь? И я начал читать книги. Моя первая книга была «О сексах сверхсознания». И там была глава «Нельзя ни потакать, ни подавлять». Нужно пробуждать. Не надо идти и не надо подавлять. Нужно пробуждаться. Я сказал, как только начинается сексуальная энергия, нужно наблюдать. Нужно наблюдать и трансформировать. Я говорил, когда бы вы не наблюдали, она трансформируется. И я делал это и наслаждался. Все время я наблюдал. Но если кто-то не может наблюдать, я не говорю, ты не должен идти с женщин. Иди. Десять женщин, сто женщин. Однажды ты поймешь. Но при этом медитирует. Тогда придет понимание. Иначе. Весь мир идет в желание и никогда не останавливается. Потому что они не медитируют, они не наблюдают. Если у вас есть желание и при этом наблюдение, тогда вы быстро можете... Это наблюдение дает вам понимание и желание, ум. Вы можете наблюдать за ним. Тогда вы сможете понять, что такое ум, что такое желание. Когда однажды вы придете к выводу, к которому пришел Будда, ни одно желание невозможно удовлетворить. В тот день, когда он сказал 475 женщин, и когда он ответил, что он не удовлетворен, тогда пришли эти слова Будды ко мне, что никогда невозможно удовлетворить желание. И вся моя энергия ушла в наблюдение. Это результат определенной зрелости, да. Если вы зрелый, вы слушаете кого-то и вы понимаете со слов. Если ваша зрелость меньше, вы начинаете идти, потакать. Вы идете с этими вещами, смотрите, проживаете опыт, и тогда приходит понимание. Так что это огромное сострадание Оши. Он знает, что среди ста людей, может быть, один-два только могут понять на примере других и сделать выводы. Это очень редко, очень высокое понимание, но в основном каждый должен прожить опыт. И он говорит, иди, что ты хочешь делать, сколько хочешь, иди, следуй за этим. Но при этом медитируй. Медитация даст вам зрелость, понимание, знание. И тогда эта зрелость освободит вас. Но снова я скажу одну вещь. Не разговаривайте. Не пересказывайте слова мастера. Это для вас, это не для других. Если вы принимаете его слова для вас, это поможет вам. Но если вы берете его слова и выбрасываете на других, это для вас нехорошо. Ложеный гьяни. Гьяни, тот, кто думает, что он знает. Вот фальшивый гьяни, он идет гораздо больше беспокойства, чем настоящий. Настоящий гьяни скажет, я не знаю, не спрашивай меня. Ко мне кто-то приходит в начале, когда я медитирую. Я говорил, я не знаю, вот кассета, послушай. Вот книжка, почитай. Я тоже читаю его, слушаю его. Может быть, вы можете понять. Но я не могу дать вам ответ. До сих пор кто-то приходит ко мне. Иногда мои ученики тоже говорят мне, ты не даешь нам ответы на наши вопросы. Мы тебя спрашиваем, а ты? А ты на самом деле не даешь нам ответы? Я говорю, я не знаю, как отвечать. Вот последние выходные, в субботу и воскресенье, среди вас вот десять человек приходили ко мне, и женщины, и мужчины. И у всех один вопрос. Моя женщина не хочет быть со мной. Она хочет развестись. Он хочет развестись. Он не любит меня. Что делать? Я говорю, что делать? Что можно сделать? Она говорит, ты скажи ему, я не могу ему сказать, как? Нет, скажи ему. Нет, ты люби его, будь с ним. Как я могу сказать? Это же ваше отношение. Это же ваша любовь. Если она есть, вы будете. Если он хочет развестись, значит, у вас нет любви. Привнесите больше любви, если вы хотите, чтобы он был с вами. Будьте больше в любви, взращивайте свою любовь. Когда ваша любовь там, он будет с вами. Если не спросите меня, спросите только о том, как мне взрастить свою любовь. Я скажу, идите внутрь, делайте медитацию, и ваша любовь начнет расти. Иначе другого никакого чуда нет. Но каждая пара имеет эту проблему. И правильный путь – это быть самим собой сначала. И когда вы в центре, вещи начинают к вам притягиваться. Вся природа к вам притягивается. Если вы посмотрите на природу, она показывает, это послание дает. Посмотрите на звезды. Вы не можете даже сосчитать. Все звезды смотрят на Луну. Каждая звезда смотрит на Луну. Луна не смотрит на звезды. Луна смотрит на Землю. Земля не смотрит на Луну. В свою очередь, она смотрит на Солнце. А Солнце ни на кого не смотрит. Солнце наслаждается собой. Она центрирована. И я говорю, будьте как Солнце. И тогда все звезды, Луна, Земля, не только это, все планеты будут смотреть на тебя и будут вокруг тебя. И кружится вокруг тебя. А Солнце не движется, оно стабильно. И я говорю, будьте как Солнце. Если вы хотите, чтобы весь мир пришел к вам, будьте в центре. Тогда вся периферия, вся природа начнут притягиваться к вам. И вы даже тогда не будете ни на кого смотрят. Те, кто в центре, они не озабочены тем, кто смотрит, кто не смотрит, что происходит, что не происходит. Их это не заботит. Они наслаждаются собой. Будда ни на кого не смотрит, он наслаждается собой. Потому что он знает, что моя радость со мной. Я наслаждаюсь. Ничто не может дать мне радость, ничто не может отнять мою радость. Потому что я есть радость. Я океан радости. Это вот так. И еще одна вещь. Иногда в мире в основном в мире много оскорблений к мастеру звучат. Многие кидают камни, бросают камни в мастера. Отравляют мастера. Распинают мастера. Во всем мире такова судьба мастера. Он должен получить это. И быть в этом. Каждый мастер. 80% мира все еще до сих пор оскорбляют Ошу и говорят плохие вещи о нем. Что он коррумпирован. Что он секс-гуру. Что он фальшивый мастер. Весь мир. И это нормально. Это естественно. Потому что мир всегда был таким. Мир оскорблял Иисуса. Оскорблял Будду, Кришну. Всех мастеров. Мир был против. Это нормально. Мастер не озабочен. Он знает, что так произойдет. Потому что он задевает их эго. Он бьет по их эго. И, конечно, они будут в ответ оскорблять. И это нормально. Но. Иногда мастер чувствует. Немного чувствует жалость. Сожаление. Когда его. Свои люди. Когда его хорошо знающие люди. Те, кто плакали у его ног. Те, кто валялись. Плакали. Те, кто говорили. Прости меня, Баба. Чама Баба. Чама Баба. Почему вы говорите? Прости. Потому что вы до этого говорили плохие вещи. До этого вы оскорбляли Кришну. Это вы распяли Иисуса. И никто другой. Это именно вы. И когда снова приходит Иисус. Вы говорите. О, прости. Это нормально. Но когда вы снова делаете ту же вещь. Вот это неправильно. Один раз можно ошибиться. Второй раз ошибиться можно. Но снова и снова. Идти в ту же дыру, яму падать. В ту же игру бессознательного. Хорошо, делайте. Вы в негативе. Но вкладывайте свой негатив в других тоже. Хорошо, Шила стала негативной. Хорошо. Но когда Шила оставила Ошу, она забрала с собой 300 людей. Они были друзьями Шилы. Слушали ее. И Шила говорил, Ошу коррумпированы. Ошу не просветлены. Но они соглашались на это. Они не думали о своем собственном опыте. Как они сами чувствовали, что они чувствовали. Они просто слушали Шилу и сказали да. и ушли. Вы в негативе, но зачем вы вкладываете свой негатив в других? Они уже идут хорошо, правильным путем с мастером в любви. И вы обрываете их любовь. И что бы вы не отправили в небо, это вернется к вам. Будда это небо. Вы бросаете камень, этот камень вернется к вам. Вы кидаете цветок, цветок к вам вернется. Вы оскорбляете, оскорбление вернется к вам. И тогда вы будете плакать. О, все меня оскорбляют, почему? Даете любовь, любовь к вам вернется. Будда не принимает ни оскорбления, ни любовь от вас. Ни один Будда не принимает вашу любовь, потому что он не так полон. Ему это не нужно. Он и так океан. Ему не нужно. Он абсолютно полон. Если вы думаете, что мы можем дать любовь к мастеру. Нет. Вот, например. Если вы пойдете к океану, возьмете ведро воды из вашего ванны, понесете к океану. И скажете, океан, сейчас даю тебе это ведро воды. Вот у меня есть столько любви, я тебе даю. Может ваша любовь больше, вы возьмете там целый грузовик, не знаю, воды. Вы можете даже танкер воды там привезти, наполненный там тысячи литров воды. И пойдете к океану и скажете, я тебе тысячи литров принес. Что подумает океан? Он будет смеяться над вами. Как вы глупый. Что вы делаете? Что вы думаете? Вы даете мне воду? Это вода, которую вы мне принесли, она от меня. Это вода, которая пришла в ваш дом от меня. Любая вода, которую вы видите вокруг во всем мире. Вся любовь, которую вы видите, она идет от мастера. И вы даете любовь мастеру. Он не принимает вашу любовь. Но он говорит ученикам, будьте в любви, откройтесь мне. Будьте открыты, будьте полны любви. Почему? Это его сострадание. Потому что он знает, что бы вы мне не давали, это вернется к вам обратно. И он хочет, что вы решили, что вы будете оскорблять. Это закон, универсальный закон. Ваше оскорбление приходит и вернется к вам. Он не принят. Ваша любовь придет, и он не принят. Она вернется к вам. Она очистится, станет более божественной. Прикоснется ваша энергия ко мне и станет более божественной. И прольется на вас. Будда ничего не принимает, ничего не дает и не принимает. Он напален, он делится, он наслаждается собой. Ваша энергия приходит, прикасается, трансформируется и возвращается. Это ваша энергия. Вот это чудо. Единственное. Что бы вы не дали небу, оно вернется к вам. Если вы говорите, что самдарши там. Самдарши там. Самдарши там. Самдарши там. Самдарши там. Самдарши там. Все эти слова, которыми вы его называете, вернутся к вам. Обратно. Если вы скажете, что самдарши бхагаван, это ваша бхагаванность вернется к вам. Благословение. Если вы скажете, что самдарши божественные, божественные к вам вернутся. Когда вы в божественном, самдарши тогда выглядит как божественные. Когда вы как сатана, тогда самдарши будет сатаной для вас. Самдарши ничего для вас. Он сам по себе ничего. Иногда вы деретесь с Ошо, с мастером. Мастер выглядит как дьявол. Очень плохой. Самый плохой человек в мире. Он забрал у меня все. Покончил со всем. Он использовал меня. Я потратил всю свою жизнь на него. Много раз люди ко мне приходят и говорят, что они сильные. Очень злые на Ошо, очень негативные по отношению к нему. И постепенно я говорю, говорю. И они снова начинают влюбляться в него. Когда Ошо, когда Рожниш Пуран закончился в Америке, там жили 6 тысяч человек. И они, все эти люди продали все свое имущество и вложили это все туда. И вдруг однажды Ашрам закончился. Закрылся. Все должны были покинуть. И оказались на дороге. Ни одного доллара не осталось в карме. Даже не могли кусок хлеба себе купить эти люди. Потому что они отдали все. Они были очень разозлены. О, нас обманули. Он обманул нас. Он забрал все наше имущество и теперь я оказался на улице. Много людей стали такими негативными. Мои ученики тоже мне такое говорят. Иногда. Он использовал меня. Он использовал меня. Ну как же я тебя могу использовать? Я не понимаю, каким образом я могу тебя использовать? Правильно, я прихожу к вам. Сижу с вами. Вы спрашиваете. Я отвечаю на ваши вопросы и даю энергию. Даю свое присутствие. Что я могу забрать у вас? Что я забрал у вас? Вы не понимаете. Как вы можете говорить, что я вас использую? Но это когда вы в негативе, вы все таким видите вокруг себя. Когда вы в правильном, позитивном настроении. И говорите, как я могу тебе служить, как я могу быть с тобой еще больше, ближе к тебе. Вчера я сидел на пляже. В Матгау, Кольба. И вдруг я начал петь песню мира. Мира пела Кришне. О, возлюбленный, держи меня как слугу. Я буду заботиться о тебе. Я буду чистить, убирать. Я буду стирать. Я буду делать. Пожалуйста, оставь меня рядом с собой, как слугу. Вот это когда вы в любви, вы так. Вы говорите, что еще я могу тебе делать? Когда вы в реке, вы говорите, я столько сделал для тебя. Что вы можете сделать для мастера? Иногда люди говорят, я пришел к тебе, потому что ты нуждаешься. Я поеду с тобой в Амати, потому что это тебе нужно. Я смеюсь внутри. Я нуждаюсь в тебе. Это ум. Ум думает, что он выше, чем мастер, что мастер в вас нуждается. Что не он нуждается в мастере, а мастер в вас нуждается. Я могу приехать, потому что мастеру что-то может быть нужно. Но когда вы в уме, вы думаете так. Когда вы в любви, даже если мастер говорит, даже он посмотрит. И вы будете счастливы от того, что он посмотрел на вас. Что он направил свой взгляд на вас. Он дал мне энергию. Я так счастлив и удачлив и так благодарен за это. Это так. Вы должны смотреть, наблюдать вы в эго или вы в любви. Когда вы в любви, мастер будет Бхагваном. Когда вы в эго, мастер будет Сатаной. Мастер не Бхагван и не Сатана. Это вы Бхагван в тот момент или вы Сатана в тот момент сами. Он ваше зеркало и показывает вам. Вы можете видеть свое лицо в нем. Хорошо. Суббота и воскресенье. В воскресенье и понедельник будет ретрит. 15-го мы будем праздновать день рождения. День рождения никто. Того, кто является никем. Сандарши. День рождения Сандарши. Мы будем наслаждаться. И вечером мы будем здесь. В 6.30 мы будем здесь. Кто хочет какое-то представление сделать, попеть, потанцевать или что-то сказать. И мы сможем наслаждаться. И у нас есть ужин. Ужин будет. Мы пойдем туда. Будем наслаждаться ужином. Мы будем праздновать. И в тот день, если кто-то хочет принять Санясу, кто хочет, запишитесь в Сатвике. Уж Сатвике. И тогда мы сначала отпразднуем Санясу, если она случится. И потом будем праздновать, наслаждаться, танцевать, петь. Очень хорошее представление, чтобы все могли понаслаждаться. Будем есть потом. И так закончится. Хорошо. Хорошо. Можно вернуть музыку? Хорошо. 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 иуда в каждом немного или больше и иисус в каждом это ваше решение чего вы хотите хотите вы быть иисусом или хотите вы быть иуды это ваше решение и я думаю здесь те кто пришли к мастеру они хотят быть как иисус почему нет это же красиво это самое лучшее они хотят быть как кришна хотят быть как ошо почему нет ведь ничего нет лучше этого но вы конечно свободно если вы хотите быть кожей будьте с ним и если вы хотите быть шилой идите к подружитесь слушайте и но в конце концов вы почувствуете и почувствуете разочарование то что вы потратили свое время вы имели такую хорошую возможность которую вы потеряли и в этом смысле один мастер говорил вот так он говорил ей дурак будь осознан очень трудно снова получить человеческое рождение это очень трудно что ты думаешь что ты стоишь и думаешь твое время утекает от тебя с каждой секундой с каждым мгновением твое время уходит и это наибольшая возможность которой ты обладаешь будь с мастером у нас кто знает может следующий раз ты придешь как человек шек женщина мужчина мастер мастер будет может ты не узнаешь его сейчас если ты не узнал какая гарантия что в следующий раз ты не узнаешь сколько времени займет это займет но если ты хочешь мои благословения с тобой это твоя свобода хочешь быть и иудой будь иудой хочешь быть шилой будь шила мои благословения с тобой будь если хочешь и шупом и будь шишу шишу пал всегда был против кришны как иуда и кришна сказал шишу по смотри девяносто девять ошибок я тебя прощу но сотую ошибку я тебе не прощу делай я говорю вам оскорбляйте меня столько сколько хотите говорите мне самые плохие говорите что я коррумпирован говорите мне что я фальшивый девяносто девять раз но в сотый раз я убью убью так или иначе если вы умрете путем любви это очень хорошо но если вы хотите быть убитым как шишу пал как иуд хорошо что делать это ваше решение вы хотите будьте иудой будьте иудой скажите да я не будьте внутри иудой а снаружи говорите ой я так люблю тебя не говорите мое сердце так сильно любит если вы иуда будьте иудой будьте смелы возьмите смелость не надо чтобы внутри было одно а снаружи другое будьте честным искренним хорошо